Привет, друзья! Этот выпуск уже сотый на канале и мы, конечно, празднуем. А какой праздник без вкусного торта? У меня сегодня будет сразу три торта и готовить я их буду без духовки на обычной сковороде. Подпишитесь, чтобы не потерять это видео и давайте готовить! Начну с нашего любимого тортика. Невероятно нежный, в меру сладкий, с ванильным ароматом. Одним кусочком точно не ешься. Вкусно и с молоком, и с чаем, и с ароматным кофе. Крем сюда можно взять любой. Мне больше всего нравится с заварным. В кастрюле соединяю 200 граммов сахара, добавляю 2 столовых ложки без горки муки и половину столовой ложки крахмала. У меня картофельный. Перемешиваю все сухие ингредиенты. Добавляю 2 яйца и примерно 100 миллилитров теплого молока. Взбиваю все венчиком, чтобы не осталось комочков. Сюда же пакетик ванилина. Оставшееся молоко я хорошо нагрела, оно практически закипело. Аккуратно частями вливаю в кастрюлю. Перемешиваю быстро венчиком. Теперь ставлю кастрюлю на средний огонь. Постоянно перемешиваю. Когда крем уже хорошо загустел и вот так начинает булькать, снимаю с огня. Накрываю пищевой пленкой в контакт, чтобы сверху не образовалась корочка. И оставляю так до полного остывания. А в это время приготовлю тесто для коржей. Выкладываю в миску 200 граммов творога. Творог лучше предварительно перетереть через сито или измельчить в блендере. Добавляю яйцо и смешиваю с творогом. Теперь 2 столовых ложки сахара, щепотку соли, ванилин, половину просеянной муки. Это примерно 100 граммов. И 2 чайных ложки без горки разрыхлителя. Перемешиваю это все. Постепенно добавляю остальную муку и замешиваю мягкое послушное тесто. Оставляю тесто под полотенцем минут на 10-15. Затем делю его на 8 равных частей. И каждый кусочек раскатываю в тонкую лепешечку. Толщина примерно 2-3 миллиметра. Выкладываю на разогретую сухую сковороду и обжариваю с двух сторон. Когда появляются вот такие пузырьки, переворачиваю. У меня сковорода диаметром 24 сантиметра. Я взяла блинную, но, конечно, любая подойдет. Одну из лепешечек подсушиваю посильнее и измельчаю в блендере. Крем уже остыл. Снимаю пленку. Выкладываю в миску 180 граммов размягченного сливочного масла. Взбиваю его миксером пару минут. Затем добавляю частями заварной крем и продолжаю взбивать. Такой крем я обычно готовлю для Наполеона. Для этого тортика его нужно чуть меньше, чем по рецепту. Но я не стала менять пропорции. Так что учитывайте, что крем может остаться. Выкладываю немного крема на дно тарелочки. Теперь корж. Обильно смазываю его кремом и сверху укладываю второй корж, снова крем, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Сверху тортик тоже обмазываю кремом и посыпаю подготовленной крошкой. Торт обязательно должен хорошо пропитаться. Убираю в холодильник не менее чем на 6 часов. Чем дольше он там постоит, тем мягче и вкуснее он получится. У меня пропитывался всю ночь. И вот он готов, как раз к завтраку. Поэтому сейчас заварю кофе и будем пробовать. Торт очень мягкий, отлично пропитался. Внешне чем-то напоминает Наполеон и не менее вкусный. Никто не верит, что такой торт можно приготовить без духовки. Но ведь можно. А вот и кофе готов. Как тебе наш сегодняшний завтрак? Пока я слышу только аромат твоего кофе, но мне уже нравится. Сейчас я отрежу и тебе кусочек. Мне сразу два. Хорошо. Будет тебе два. Или три. Или три. Второй торт я назвала шоколадный пломбир. По вкусу он очень напоминает мороженое. Невероятно вкусно. Шоколадные блинчики с нижнейшей творожной начинкой. Соединяю 600 мл молока и 300 мл воды. Ставлю на огонь и слегка подогреваю. Градусов до 40 примерно. В миске взбиваю 3 яйца. Добавляю 3 столовых ложки сахара и пол чайной ложечки соли. Продолжая перемешивать, вливаю теплое молоко. И постепенно добавляю просеянную муку. Муки обычно у меня уходит 350 г. Беру еще 100 мл молока и добавляю 50 г горького шоколада. Нагреваю, пока шоколад не растворится. Добавляю 2 столовых ложки какао. Перемешиваю хорошенько. И соединяю с остальными ингредиентами. Тесто для блинчиков готово. Наливаю на сковороду. Через минутку переворачиваю. Обжариваю с другой стороны. И снимаю. Точно так же готовлю остальные блинчики. Теперь крем. В холодную емкость наливаю холодные 33% сливки. И взбиваю. В другой емкости соединяю 400 г творога. У меня 9%. 100 г сахарной пудры. И ванилин. Перемешиваю все вилкой. И частями добавляю взбитые сливки. Если творог измельчить в блендере или перетереть через сито, крем будет более воздушный. Но мне нравится, когда чувствуются крупинки. Собираю тортик. У меня форма размером 25 на 15 см. Вначале выкладываю 4 блинчика, чтобы края свисали немного. На дно укладываю еще блинчики, свернутые пополам. Два вот так. А третий разрезаю пополам. И укладываю вот здесь. Теперь третья часть крема. Распределяю хорошенько. Снова блинчики. И крем. Третий слой блинчиков. И оставшийся крем. И еще блинчики. Теперь заворачиваю края. Накрываю форму пленкой. И убираю в холодильник на 6-8 часов. Готовый тортик переворачиваю на блюдо. Посыпаю сахарной пудрой. И можно пробовать. Подаю с замороженной клубникой и свежей мятой. Очень вкусно и красиво. И третий тортик. Шоколадный бисквит с творожно-заварным кремом и ароматной пропиткой. Готовится совсем не сложно. И здесь не нужно долго ждать, пока тортик пропитается. Через час уже можно подавать. Очень-очень нежный получается. И безумно вкусный. В миске взбиваю 3 яйца и 100 г сахара до появления легкой пены. Вливаю 160 мл молока. Затем порциями добавляю муку. 170 г. 2 столовых ложки какао. Чайная ложка с горкой разрыхлителя. И пакетик ванилина. Также просеиваю через сито. И перемешиваю до однородного состояния. В самом конце добавляю 3 столовых ложки растительного масла. В сковороду смазываю маслом. И наливаю тесто. У меня из этого количества ингредиентов обычно получается 5 коржей. Распределяю тесто по сковороде. И готовлю под крышкой до появления пузырьков. Затем корж переворачиваю. И готовлю с другой стороны еще минутку. Также под крышкой. Диаметр моей сковороды 24 см. Коржи получается примерно 22 см в диаметре. Коржи снимаю со сковороды. И оставляю их до полного остывания. В это время приготовлю пропитку и крем. 2 чайных ложки натурального кофе. И 2 столовых ложки без горки сахара. Заливаю стаканом воды. Довожу до кипения. Затем снимаю с огня. И даю полностью остыть. Теперь крем. Я взяла 200 г мягкого творожного сыра. Взбиваю. И добавляю заварной крем. У меня он остался от первого рецепта. Примерно 5 полных столовых ложек. Как и для первого торта, крем сюда подойдет любой. Ссылочку на другие рецепты крема я оставлю под видео в описании. Вот такие у меня получились коржи. Обрезаю их с помощью крышки. Чтобы торт получился ровненький. А обрезки измельчаю в блендере. Вот что получается. Теперь собираю тортик. Выкладываю первый корж. И пропитываю остывшим кофейным сиропом. На один корж у меня уходит примерно 2 столовых ложки сиропа. Теперь крем. Распределяю. Дальше выкладываю второй корж. Снова пропитка. И снова крем. Точно так же и остальные коржи. Тортик полностью обмазываю кремом и сверху, и по бокам. И обсыпаю подготовленной кружкой. Вот что у меня получилось. Коричневый бархат. Да, можно и так назвать. Ставлю тортик в холодильник хотя бы на 1 час. И можно пробовать. Смотрите, как красиво торт выглядит в разрезе. К тому же он еще и очень вкусный. В меру сладкий и очень нежный бисквит с приятной кофейной ноткой. И очень вкусный крем с легкой творожной кислинкой. Идеальное сочетание. Одним кусочком здесь тоже не ограничится. Но очень вкусно. Напишите в комментариях, кусочек какого из этих трех тортов вы бы попробовали в первую очередь. Буду ждать ваши отзывы. Все рецепты, как всегда, под видео в описании. Ставьте лайк и делитесь этим видео с друзьями. Подписывайтесь на мой канал. И конечно жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Впереди еще много всего интересного. Субтитры сделал DimaTorzok